Так, ну что, значит, мы остановились вот на этой мысли. Форма воспроизводится. Вот, вот, вот. Сначала мы осознаем отношение, воспроизведение, но это отношение отличается от следующего областа. Это мы называем следующее или порядковое счет. Затем мы мыслим следующее вместе с отношением. То есть, они какно вычленяются, но не совсем. Затем мыслим следующее, но мыслим следующее, составляя с ним невыразделимое целое. И это мы назвали больше. Или количественно больше. Наконец, воспроизведение, отношение воспроизведения, мыслица как такового. Без предшествующего последующего, а само по себе. Как отношение воспроизведение. Игорь Негода. Как отношение воспроизведение. Или воспроизведение мыслим как воспроизведение. Для этого необходимо, чтобы форма воздействовала сама на себя. То есть, в самой форме, мы должны вычленить действующую часть и действуемую часть. Часть, которая действует, и часть, на которую оказывается разбег. Это и есть различение на мысленную форму и чувственную форму. Форма в самой себе проводит различение на мысль и чувство. Мысленную форму. То есть, это не две формы, а одна форма? Ну, в общем, одна, потому что одна между ними есть. Две стороны, две части, одной формы. Просто то, что форма делится на части, это немного странно. Вроде бы, на части делится только материальное, а формальное это никак не должно делиться. Не свойство формы это делиться. Вот иметь момент, это может быть свойство формы, а делиться... Ну, это вопрос только в слове, да? На мой. То есть, ты считаешь, что часть применительно к форме... И звучит как-то, да. Ну, я понимаю, я подвискиваю слово, но у нас был момент, элемент был. И это как-то было еще вполне адекватно. Все равно, ну, сторона, момент непосредственно к нам послухи. Форму возить на себя. Мы имеем, опять-таки, черты не имеем. Но если просто сказать, что форма различает в себе мысленную форму и чувственную форму. Ну, да, можно сказать так. Мы чувствуем себя различает в себе мысленную и чувственную форму. Слово «часть», конечно, можно обойти, но, значит, слово восходящее, я никак не могу. Так обойти можно тем способом, что просто сказать, что две формы. Они будут уничтожить. Они связаны, конечно. Нет, они не связаны. Это внутри одной формы происходит различение на вот этих, на мысленную и на чувственную. Ну, почему она сама себя различает? То есть, я выяснил, что бы она... Это еще, как бы сказал, всегда есть двух форм. Это была претензия как бы к самому форму высказывать. Потому что, если форму сама себя различает, то название здесь вообще никого уже не играет. Вот это не наше определение части. Да, вот, не пользуемся это чужим определение, но задаем определение. А что здесь? Здесь форма различает в себе мысли и чувства. Мысль или мысленная форма в себе рефлектируемая форма, рефлектируемая, познающая, познаваемая форма. Так вот, мысленная форма, или мысль, учленяет себя, как действие, то есть, как чувство остается равным себе и неизбежным. Но я даже напоминаю то, что мы говорили в Маму Союзе. А вот еще, в качестве определения, мысленное я или мыслящее я? Вы говорили, что чувственная форма пассивна, а в словах пишите? Нет, но мне кажется, что слова на таких ранних этапах важны. Если мы сейчас новое делаем развлечение, все-таки со словами-то разобраться надо. То, что мысленное, это то, которое мыслит. Она как бы страдательна. Может, она мыслящая? Та, которая мыслит. Если в этой паре рассматривать, тогда мыслящая и мысльная. А если в паре мыслей-чувствах, то вполне может быть мысленное и чувственное. Просто мысль и чувство. Одна это мысль, но это чувство. И пролагательное слово мысль, и пролагательное слово чувство. Тогда можно, на мой взгляд, мысленное и чувственное формы. Фу. Ну, я согласен, что я довольно приятно. Так вот, мысль активна, есть действие по природе. А чувство пассивное и нервное. Правда себе. Поэтому именно мысль воспроизводит чувство. То есть мысль воспроизведения, чувство, как воспроизведение. Без предшествующего и без последующего. Воспроизведение как таковое. При этом, то, что мысль... Теперь, как бы, субъектом действия... Израя субъектом действия, была форма просто. Форма и предмет. По позиции. И форма в себе различает форма и предмет. Поскольку она в себе различает форму, то... Совершается воспроизведение вот-вот-вот. Поскольку в себе различает предмет, то уходит нибудье. Проваривается ничто. Сторонами были форма и предмет. И форма была на посуде этого движения. А теперь, чтобы их движение с этой пары становится, естественно, мыслящей. Именно нам нужно что-то там различать, не различать, воспроизводить и все делать. Но, когда... И поэтому достоверность самой формы мыслящей и достоверность самого перехода совпадает. Совпадает одновременно одно и то же. То есть, что получается, что мы воспроизведение мыслим без того предмета, который воспроизводится, из предыдущего и последующего. Просто само воспроизведение. В этом мышлении достоверность формы для себя и достоверность перехода совпадают. Что значит совпадают? Есть вопрос, что значит совпадают? Это, видимо, означает, что мысль, мыслящий фу, является причиной перехода отношения к воспроизведению. Но не сознаёт себя такой причины. То, что мыслящая форма сознаёт, это, собственно, воспроизведение чувства. Действие воспроизведения чувства. То есть, то, что мыслящая форма сознаёт, это чувственный переход как такового. Мысль является причиной этого перехода. В смысле, самой мысли, её достоверность про себя и достоверность перехода неразначена. Это, по-моему, означает, что мысль не знает себя как нечто действующее, а знает лишь само действие воспроизведения. То есть, то, что знает мысль, это воспроизведение чувством себя. Поскольку мы, получается так, поскольку мы вычленяем форму мысли и чувством, поскольку мы сознаём чувственный переход как чувственный переход. Результатом населения мысли и форма является сознанием чувственного перехода как такового. Нет тут какого-то предварительного речи, потому что ведь чувство создавалось как нечто пассивное и равное себе, а мысль воспроизводит чувство. Значит, оно воспроизводит нечто равное себе. Тогда как переход явно не тянет на то, что равно себе. Мне кажется, что воспроизведение не противоречит тому, что чувство воспроизводит. Она воспроизводит себя, то есть мысль воспроизводит чувство. До этого как было? Ещё не было отречественного речения на мысли и чувства. А школа просто воспроизводила себя как равное себе. Следующее такое. Всё время такое. На уровне счёта и на уровне операции всё время такое. Всё действительно было равное себе. Ничего-то не менялось. Всё производило себя как равное себе. И сейчас мысль воспроизводит, просто не знаете этого. Ну а может быть, здесь у нас что-то есть, потому что мы имеем чувственное воспроизведение, как чувственное воспроизведение. Всё действительно немножко невероятно с неизменностью чувства. Не, ну в любом случае форма должна быть неизменной. Если в чувстве есть форма, она неизменная, даже в чувстве. То есть в любой среде форма должна оставаться равной себе. Другое дело, как это просто высказать? Что-то в чувстве меня есть, естественно, а что-то остаётся равным. Равным остаётся себе форма. Это же общий разговор. Он не зависит от того, имеет ли в виду чувства или мышления. Только если форма в чувстве равна себе, то всегда ли требуется для этого воспроизводство с позиции мышления? Или сама чувственная форма может себя сохранить? И более того, чувственная форма и мыслящая форма, в смысле того, что они обе формы, это не одно или и то же? То есть одна и та же форма. Она проявляет себя в чувстве, чувственно, мышлении, мысленно. То есть не так, что она разделилась на две, а так просто, что одна какая-то форма, когда она обнаруживается в чувстве, она чувственна. А когда она оказывается в мышлении, она мысленна. Вот как шаг, как форма шаг. Это безусловно так же. Это одна и та форма, потому что она другу не мысленна. Тогда нет никаких частей получается. Форма одна. Ну да. Просто есть способы, каким она существует, два. Чувственна и мысленна. Мысля. Совершенно верно. Абсолютно согласен. Форма одна. И делаю тебе на это различие. И вред не вижу там мысли. Потому что само деление, оно неподвижное и движущее, возникает только сейчас. Потому что раньше, пока была не развлечена мысль, не чувствовала. Там была и подвижность, и неподвижность. Вот. Не мелочился говорить о этом. А сейчас, когда о различении полизосова, мы можем говорить о движущем и неподвижном. Имеющем в себе движение. Не имеющим в себе движение. Но здесь, действительно, мысль движет, воспроизводит чушь, да? Но не осознает себя как источник произведения. Получается такая иллюзия, что... Мыслится... Чувственный переход как чувственный переход. Это абстракция. Это абстракция. Это не действительное состояние мысли. На самом деле, чувство должно быть предмет. Поэтому даже, как бы, посадить эту абстракцию на предмет. Потому что непредметная форма, опять же, это неистинемыслие. Опустая форма, мысли изначально. Если посадить на предмет, то получается следующее. Мысли отличают себя от чувствительной формы, как активной, посильной. Затем мысли переход как таковой. Чувственный переход как чувствительный переход. А затем мысли вторую сторону этого перехода. То есть мы имеем один плюс один. Когда отношение отрывается. Потому что сохраняется по-прежнему нарастание. То есть никто не отменял что-то будет большее. Но больше теперь получает вид. Поскольку выстрелено отношение к таковой. Она уже мыслится не вместе с последующим. Когда у нас был больший смысл количественного счета. Два больше трех, три больше четырех. Это ситуация, когда последующая мыслится вместе с переходом. Теперь переход мысли с активным. Вот, второй. Пятьсоте перехода. Получается так. Еще раз. Ноченная форма сначала отличает тебя от чувственной предметной формы. Затем мысли переход. Воспроизведение. Как воспроизведение. А затем мысли следующую. Чувственную форму. Получается прибавление в виде операции. Не в виде еще раз. А в виде операции. Один плюс один. Но что здесь важно подчеркнуть. Что мы имеем именно действие. Прибавление. То есть это нельзя зафиксировать. Один плюс один. Давайте присутствовать. Мысленная форма это действие. Поэтому так, как она с необходимостью после первой предметной формы мыслит переход, то по мысли второй предметной формы мыслит переход. Поэтому формула сложения выглядит не так. Один плюс один. Один плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один плюс один. Представляете, ни в коем случае не забываю, что приняли действие, операцию. Сложение. А не. То есть не имеющая работы законченного выхода. Это просто развернутые количества вещей. Кирпицы. А раньше получалось, что телесная форма сама по себе может считать. Раньше у нас с мышлением было связано умножение. Ну, наоборот. Десять лет назад у меня получилось, что мыслящая форма появляется уже на стадии количественного счета. Раньше появляется. Я уже не помню как, но все это написано. Просто телесная форма она что же это деятельно? Вот сейчас другие термины, вы говорите, чувственная форма. И тут есть такая непонятность. А когда мы говорим телесная форма, то мы понимаем, что тело тоже действует. Пока не видно, что она действует. Телесная форма. Она движима. Все. Все это делает. Все это один плюс один плюс один. И все равно с лишней формы делает. С чувствами. С предметом чувствами. С чувствами. С чувствами. Мы видим опять два момента. С чувствами. В различии различаются в различении двух сторон этого действия. Действия сложения. Одна сторона. Это собственно действие. Прибавление. То есть, когда дому прибавляется одно. и снова прибавляется одно, совершается переход от одного предмета к другому предмету, а с другой стороны мы с вами предмет, то есть есть некий результат. 1 плюс 1 – это результат. 1 плюс 1 плюс 1 – это тоже некий результат, не чистое действие, причащие над предметами, но это две стороны одного и того. Результатов всего самостоятельного нет, как я уже сказал. Нет такого 1 плюс 1, и смотри, любуйся. Но как момент отношение предметов, мышление предметов, соотносящихся – это один момент, а мышление отношения, то есть собственно движения, действия – это другое. А мне почему-то всегда казалось, что с телесной формой никогда не ясно, то ли сама телесная форма переходит от одного к другому, то ли мышление его заставляет переходить от одного к другому. Вот у вас как-то сразу стало ясно, что мышление является оглавесущим. А может быть, все-таки есть такое промежуточное состояние, когда не ясно, то ли сама, она же форма, то ли она сама переходит от одного к другому, то ли это мышление его заставляет переходить. Ну так, такова стадия, когда мысль является причиной, но еще не знает себя этой причины. Значит, она у вас уже, если не знает как причины, значит непонятно, кто переходит, то ли телесная сама форма переходит от одного к другому. Что значит непонятно? Мысли понятны. Что она мысль? Она мысль, чувствительный переход от чувственного предмета в чувственного предмета. И вот каково, возможно, именно потому, что мы себя отделили, уже отделили. Она уже существует от отдельного чувства, но не знает какой-то. Что она ясно, что она мысль, и чего она не может. То есть, вообще, да, она чем-то является, но еще этого не знает. Значит, руководитель. У меня просто, если форма совершенно пассивная окажется, то она перестанет быть формой. Перестанет предметом, просто другим предметом. Казалось бы, форма должна оставаться в какой-то форме активности. И то, что она сохраняется в чувстве, это и есть, казалось бы, активность формы. То есть, просто чувственная форма, она не может удержать вот эту тождественность, да, в виде того, чтобы это было одно и то же. Она постоянно делает, вот как бы, переходит от одного к другому, от одного к другому. Она течет. А это как бы недостаток чувственной формы. Надо было сделать. А вот мысленная форма, она как раз та форма, которая может себя удержать. И вот этот поток, вот он не нужен. Ну, я хочу сказать, что вы в чувственную форму превращаете в то, что раньше у нас называлось предметом. А, да, 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 да. А мне казалось, что все-таки мы должны какую-то разницу оставить между формой и предметом. Что предмет-то он, ладно, пассивно остался, в этом нет ничего плохого. А то, что форма вдруг разделилась на две, одна стала новым предметом, как бы стала. А другая, в собственном смысле, стала формой, поскольку она активна. Я думал об этом. Но иногда получается, что когда мысль, мысль, чувствуем форму, и мысль, предмет этой формы, это один тур. Нет, мы просто чувствуем предмет, чувствуем предмет. Так, есть все-таки чувственная форма? Вы же тут, на самом деле, проблема-то в чем? Либо есть отдельная какая-то чувственная форма, которая является, как вы говорите, частью общей формы. Она отличается от мыслищей формы. Это один разговор. И тогда мы должны понять, в чем состоит эта форма. Либо форма одна, и у нее два способа существования. Она как бы проваливается в чувстве, и она существует, как тождество в потоке. Либо она как бы удерживает саму себя, как мыслящую. То есть либо форма одна, либо две. Тут такая-такая дилемма. И если их две, то мы должны понять, в чем состоит вот чувственная форма, также в своей активности, а не только в пассивности. Понятно, что она пассивна по отношению к мыслищей форме. А в чем ее активность? Хотя бы минимальная какая-то у нее должна быть активность и отличие от предмета, которая уже полная пассивность. Друзья, а зачем? Ведь эти условия обсуждаемой ситуации выступают в одной форме. В одной форме. Она, сама форма, различает мыслящую форму и чувственную форму. На мыслящей стороне, на стороне мыслящей формы активность, на стороне чувственную форму пассивность. Что-то непонятно. Что-то еще. Форма одна или две? Если одна, то мне все понятно. Это одна форма, которая производит в себе развлечение. Мне просто представление такое, что когда форма делится таким образом, то образуются две формы. Это должное представление, с ним надо бороться. Вы даже различили, что одна активна, другая пассивна. У вас полное различие. Это развалилось в пропорции на две части. Почему? Просто форма ясно понимает, что в ней отвечает за активность, а что в ней пассивна. Все. Это как раз тот результат, к которому ты призываешь. Давайте разберемся, что здесь активно и почему, и что здесь пассивно и почему. И не смешивали они. Так нечего тут разбираться, потому что мы с того начали, что различили внутри себя форму. Активное начало и пассивное начало. Ну, мне, естественно, вообще не нравится разговор, где форма имеет части. Просто я не очень понимаю пока. Я пока как бы молчу на его дело. Мы сто раз уже сказали, что части – это вот та же трудность, с которой боролся когда-то Сократ Платоновский, когда он рассуждал о частях души. И там через пять минут разговора выясняется, что в нормальном смысле слова, конечно, у души частей быть не может. Потому что, ну, вот как части могут быть уступки. В таком смысле их нет. Но в некотором смысле устанавливаемом, устанавливаемом смысле, части есть. То есть имеется в виду что? Что мы можем в душе ясно различить, там, рассудительность и, не знаю, там, что там. Ну, чувственность тоже, опять же. Не важно. То же самое здесь. Форма в себе различает одно и другое. Никаких проблем. Она при этом не делит себя топором по палату. Это не шизофрения в каком-нибудь психологическом смысле слова. Но это чисто логическое деление. Ну, чего ты еще хочешь? Нет, было сложно различить от чувственной формы предмета. Ну, это да. Когда мы мысли переход, мы действительно мысли чувствную форму без предмета. И поскольку мы мысли переход от предмета в предмет, мы мысли чувствуем переход как в чувствительный переход. Здесь предмета нет. Когда мы мысли собственно предмет, что-то тоже не случается, потому что это сторона. Вселенное происходит движение. Плюс один, плюс один будет. Но поскольку мы мысем движение, то мы мысли чувствную форму без предмета. А поскольку, если результат, чувственная форма совпадает, переходы отличаются, а результаты совпадают. Это движение. Различается от предмета чувственной формы, а в результате... Так а почему тогда мы не говорим о чувственном предмете, а говорим о чувственной форме? Ну потому что чувственный предмет возникает только в качестве одной из абстракций этой целостной ситуации. Нет, как раз чувственная форма эта абстракция, а поскольку теперь мы говорим... Предмет тоже абстракция. Это две стороны. Второе движение, движение без предмета, это абстракция. Ну и предмет, как результат без движения, как законченный движение, это тоже абстракция. Потому что на деле происходит предметное движение. Один плюс один плюс один плюс один плюс один. Вот это две абстракции. Одна из которых, как всегда, не было звуков. То есть, если мысль законченный результат, то форма пропадает к другу. Форма пропадает к другу. Если мысль только один плюс один, как законченное событие. А поскольку мы мысль движения, то есть, в мире будет вторая обтранка. Мы получаем, что мы к одному прибавляем один, что мы прибавляем один, что мы прибавляем один. Это как другая абстракция. Одна абстракция, что мы прибавляем один, чтобы получить результат. Один плюс один. А другая царь, что мы прибавляем, что мы прибавляем еще раз. Представьте, эта абстракция, взятая как абстракция, дает нам фенометр отношения к отношению. Прибавляем, что мы прибавляем, как абстракция. Взятая сама по себе. Он дает нам не то, что есть двухсложения, просто отношения. Одно относится с одним, потом одно относится с одним. А мы имеем другой фенометр, другое событие. Отношение к отношению. Взятая абсолютно. Из этой абстракции форма узнает, мы знаем, из-за чего форма узнает, что кроме отношения между предметами, есть еще такое явление, как отношение к отношению. А отношение к отношению дает нам одновременность. Обращенная к предмету, так она абстракция. Просто в абстракции форма узнает, что кроме отношения между предметами, или между чувствами и духовными. Есть еще такая вещь отношение к отношению. И отношение к отношению дает нам трижды один. дает нам феномен трижды один, четыре эш body. Отновременно существование. Изменяются формы совместного существования этих форм. И количество совместно существующих единиц. Это, кстати говоря, не так просто различительно, я несколько затруднился. В сложении получается 1 плюс 1, но это конкурсовый результат. Плюс 1 получается как результат 4. Очень похоже на умножение. Но разница... Я пытался в математике. Значит, сложение это 1, то 1 плюс 1. В общем, 1 понятно, 1 плюс 1, а потом плюс 1. Это сложение. А умножение без сколок. А умножение тоже самое, но без сколок. Три раза 1, то есть плюс 1, существующие вместе. Раз. Здесь это действие совершается после этого действия. Сначала 1 плюс 1, а потом еще. После. А сложение... Уложение какого... Или я не знаю. Там умножение тоже последовательность происходит. Дважды 1, трижда 1, теперь искать 1. Тоже последовательность. Уложение. Уложение хотя бы так. Даже на первый взгляд так, что в сложении результат... Появится в качестве результата сложения. А в умножении он в некотором смысле уже есть. Потому что когда мы можем сказать трижды один, только потому что мы одновременно удерживаем всех трех разом. И тем самым мы уже знаем результат, который получится. в результате операции. В результате сложения мы вычисляем результат, а в дел умножения мы должны лучше какого-то его знать. Потому что сказать трижды один можно только если ты знаешь, что оно равно трижды. Ну, математику мы как-то вроде логически... Я говорю, что здесь как раз все понятно. Потому что в умножении мы имеем дело только с отношением. Один с отношением с один, потом это соотношение с этим, только отношение. А в умножении мы имеем дело с отношением к отношению. Знаете, что это не логически, этого достаточно. Другое состояние. Ну, то есть вот просто отношение это один, а отношение к отношению это как бы трижды один. Да. Вот трижды это наступает образом отношения к отношению. На уровне двух не различить. Это только на уровне двух. Ну, понятно, что отношение к отношению, если это сущность, то на уровне двух не приведут. Когда два взятия, то сказать один крыша один, это одно и то. Но трижды один – это уже не то же самое, что один крыша один крыша один. Удивительная политическая теория не повторяется, интересно. Получается вещь. Опять же, отношение логики и математики. Еще раз, логически непонятно, что одно дело отношение к предпринимателю, но одно дело отношение к отношению. Я не знаю, видите, какая вы теория архитектики, которая вот как бы дает определение, что такое умножение? Мне на самом деле с велосипедской стороны не очень понятно, как телесная форма трижды удерживается. Если мы имеем в виду, что умышление активно, и оно себя не знает, и считает оно телесной формой, как оно их три сразу удерживает? Каждый раз одна телесная форма. То есть сначала одна телесная форма удерживается, прибавляется и вторая телесная форма, удерживается, потом третья. А потом и третья. Потом привлекает отношение к отношению. Для телесной форме это как-то неестественно, чтобы вот так вот все можно было удержать. Для нее вообще естественно спать. Не, ну смотрите, мышление считает телесные формы. Правильно я понимаю? Да. Ну для того, чтобы она и считала, она либо до себя должна знать, да, потому что если она себя знает, то проблем никаких нет. Либо она должна удерживать как-то телесные формы. Потому что вы же сказали, что у телесной формы никакой активности, собственно, нет. Они просто пассивны. Вот если бы они были сами по себе немножко активны, может быть, можно было бы придумать так, что телесная форма удерживается сама какой-то тождественностью, ну просто остается чем-то тождественностью сама по себе, а мысленно и считает эти тождественности. Но у вас там на стороне телесной формы ничего нет, просто полная пассивность. Значит, мыслящая форма должна удерживать телесные формы и одновременно их еще и считает. Но самая-то проблемная – удерживать их. Считать-то ладно. Считать она может. Одно за другим. Именно поэтому, по-моему, говорится о переходной абстракции. Когда мы сознаем переход от чувственной формы в качестве перехода, и применительно к рядом этих чисел, это такому удержанию соответствует 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, то есть без удержания операции сложения как операции, как действия. это некоторая абстракция. Но именно она позволяет перейти к не просто удержанию этого отношения, но выстроить отношение к этому отношению. То есть переход произошел как бы не просто так, вдруг у нас было отношение между чувствами и формами, а потом мы решили вдруг выстроить отношение к отношению. В качестве посредствующего звена было вот это вот бесконечное плюс 1. Это понятно. Только где нарастание? Кто удерживает нарастание? Когда мы в порядковом счете, проблем-то вообще никаких нет. Телесную форму считать в порядковом счете – это просто одно удовольствие. Переходим просто дальше и все. А как мы удерживаем накопление? Вот это вот 1 плюс 1 плюс 1 надо же удержать, чтобы еще плюс 1 прибавить. То есть почему мы понимаем, что происходит увеличение? Да. Повторение – это понятно. Что повторение происходит, у меня проблем нет с этим. А что вот оно происходит удержание, увеличение, то, что мы называли прибавление, да? Ну, я думаю, только потому, что мы… Как это сказать? Тут еще проблема, что если… Потому что мы понимаем, что это то же самое воспроизведение, которое раньше мы понимали как переход к большим. Теперь мы то же самое в операцию воспроизведения мыслим немножко иначе в качестве бесконечного плюс 1. Но поскольку мы понимаем, что это то же самое, что раньше было увеличение, для нас не должно быть вопроса, что в результате этого плюс 1 происходит возрастание. Ну, количество… Может быть… Это просто экспликация в количественном счете. Не, ну, может быть, возрастание можно понять, но почему это возрастание вот имеет характер плюс 1-то? Ну, что, ну, каждый раз возрастание. Почему мы знаем, что после первого получится 2, после второго – 3? Ну, потому что каждый раз воспроизводится нечто простое или нечто одно. И поэтому 1. Не, просто если бы это были мыслящие формы, то проблем-то как раз не было бы. Мне кажется… Мне кажется, вся проблема состоит в том, что телесная форма пассивна, и она себя никак не может удерживать. Нет, она-то себя не может, но она равная себе. И это лишнее объяснение того, почему плюс не неизвестно что, а именно плюс 1. Потому что она равная себе. Оно в одно. Чувство на эту форму. И, в общем, было бы, плюс 1 – это 2. Вот просто держали. Ну, хорошо, вот, трудно удержать в тени. А, или вот как удержать. Просто один, плюс 1 – священную форму как 2, и уже 2 – прибавляется на 1. Ну, так, конечно, хочу держать, а дальше ключи уже не… Не, ну вы так рисуете. Я рисую. Дело в том, что, смотрите, в телесной форме, что 1 плюс 1 – в смысле телесной форме, что будет 2 – это не очевидно. Потому что телесная форма, вы сами говорите, та же самая. Почему их стало 2? Или как это, что это значит для телесной формы 2? Если вся активность на стороне формы, и форма считает свою активность. Она осуществляет постоянно вот это отсечение, а она активность может считать. Но телесная форма – это же чистый просто мешок, который тащит. Он уже ничего не может. Может считать, что телесной формы вообще нет, а есть только просто предмет, опять же, да, и… Ну, подожди, подожди. Но все-таки мыслимая форма или мыслящая форма… Как ты настаиваешь, что это будет лучше? Мыслящая форма воспроизводит что? Она же воспроизводит чувственную форму. Она воспроизводит это самое одно. Правильно. Каждый раз для нее это иное. А почему то же самое? Ну, телесная, она не себя воспроизводит. Потому что мы осознаем, мы пытаемся осознать именно процесс воспроизведения. Это как бы давняя песня у нас. Но именно тут как бы вся трудность в том, что мы мыслим в воспроизведении. Не полагание сначала одного, а потом чего-то другого. А именно в воспроизведении. Не, ну можно, например, сначала красное, потом там, это квадратное, потом там, не знаю, там, шершавое. И как это считать? Как это предлагаешь считать? Вот если было бы красное и квадратное, то были бы трудности. Но поскольку полагается каждый раз одно, то и начинается... Не, ну чувственная форма-то как раз и есть. Красное, шершавое, квадратное и прочее. И как это все будет считаться-то? Когда мыслящая форма считает себя, ничего такого красного, шершавого и прочего нет. Там есть одно просто по факту того, что мысль одна. А тут-то как? Тут каждый раз будет разное. И будет иное. Вот один иное, прибавили иное другое. Получилось два. Почему тогда она чувствовала? Почему тогда она чувствовала? Мы ее берем, мы ее берем со стороны формы, а не со стороны содержания. Это содержание богато бесконечно. Я просто тогда возвращаю весь разговор в начало. Зачем вводить чувственную форму, если у нас есть предмет? Опять тот же самый разговор. Я не понимаю просто, в чем смысл чувственной формы, чем он отличается от предмета. Если вы постоянно говорите, есть простой вот, был предмет, был вот. Предмет был пассивный, форма пассивная. Все определенности говорят о том, что никакой чувственной формы нет. А есть просто так же предмет. Раньше был предмет, сейчас предмет. И считаем мы предметы, нет никаких проблем. Все то же самое про это можно проговорить, опустив просто весь разговор про чувственную форму. Я-то думал, что мы добавить в чувственную форму мы что-то имели в виду. Вот в чем проблема. Оказывается, что там определенности нет. Она полностью пассивная. А в чем тогда прибавка-то? Разговор-то в чем переход? В чем как будто новизна разговора-то? Новизна разговора в том, что мы постигаем все более сложную форму. Но вовсе, а в другой нет. Я не знаю. А чего это хотел? Ну ты говоришь, что новизна разговора в буквальном смысле в том, что она новая. Новый разговор. Я по содержанию отвечу. Она не просто новая. Мы все, что мы можем обсуждать, все, что мы можем открывать, это более сложные и более простые формы. Вот мы их и открываем. Мы открыли новую форму. Она не потому новая, что новая, а потому что она содержательно стала другой. Как форма она изменилась. Да я хочу в это верить, только пока вот из разговора не будет. Так не надо верить. Ты воспроизводи само построение. Само построение в том и состоит, что происходит усложнение формы. Это же не вопрос веры. Это вопрос, как бы ты следишь за ним или не следишь. Когда мы в форме различили активную и пассивную, мы тем самым получили чистый переход из предмета к предмету. Это все. В этом смысл появления активной и пассивной формы. Без активной формы не будет пассивной. Презумеется. Мышл развлечения в том, что форма воздействует сама на себя. В результате мы получаем чистый переход из предмета к предмету. И еще другой смысл получения предмета. Зачем мы исключили за счет того, что мы получили активную и пассивную форму. А раньше почему невозможно было от предмета к предмету переходить? Ну не получалось. От предмета к предмету переходили. Но сам переход как таковой мы не мыслили. Мы же при прибавлении мы мыслили. Переход не отличался от того, чему переход. Не отличался. Получалось следующее. В большем... То, чему переход, мыслился вместе с переходом. Не отличимым. Как за эти две части одного целого. Получалось больше и меньше. Теперь, когда мы различили активную и пассивную форму, мыслили собственный переход. Без... То есть получается что... От того, откуда и куда. То есть перефразируем можно сказать так, что мы не могли отделить раньше отношения от... То есть переход от того, к чему переходим, да? Да. И вот чего. И вот чего. А теперь получилось, что и отличение это произошло тем, что форма раздробилась. Да. Потому что помыслить воспроизведение как воспроизведение можно только если в форме различить активную и пассивную часть. Вот это весь аргумент. То есть воспроизведение формы себе, к чему, собственно, начинаем. Вот, вот, вот. Но там мы не понимали характер света. И вот эти водки были нераскрыты их отношения между собой. И постепенно оно раскрывается. В следующем оно раскрывается так, что отношение неотделимо от того, к чему это отношение. В большем оно уже отделимо, но мыслится вместе. Со следующим получается больше. А как сделать так, чтобы был собственный переход, чтобы вот-вот-вот, а между ними ясное отношение. Самостоятельное отношение, независимое от одного-то другого. Для этого необходимо в самой форме различить активную и пассивную сторону в моменте, как хотите. Так появляется идея пассивности, рядом, конечно, с идеей активности. И достигается результат. Теперь между вот установлено ровное отношение. Отношение как-то какого-то. Это уже переход от счета к операции. Было два счета и две операции. Кстати, обращаю внимание на метод. Два счета и две операции. Кажется. Каждая раскрывает другую, естественно. Ну, здесь вообще все раскрываются. То есть форма сознает то, чем она врача являлась просто. А счеты – это в смысле порядковые и количественные сложения у нас же. Двигаемся паром. А до этого было тоже в общем-то две формы. Не знаю, как они… Вот понятно, это счет или операция. А что было там – тоже два. Тоже было два шака. Потом два счета, две операции. Дальше будет два целого. Тоже будет два целого. Тоже будет два. Вот один двойкой мы движемся. Что бы то ни означало, мы движемся двойкой. Потому что… Это мы тоже делали. Умножение непосредственно подводит от понятия целого. Да. Это, наверное, на что и дело. Это очевидно. Дважды, один, трижды, один. Это уже почти целое. Почему не целое? Потому что здесь каждая целость со словом человека снимается. Нельзя становиться дважды один. Надо обязательно продолжать движение. Трижды один, четырежды один – это прежде всего действие. Поэтому границы целого… То, что стоишь, и сразу снимаешься, чтобы установить еще одно целое. Поэтому целое – это целое инофицируется. Это все-таки еще операция. Но она непосредственно подводит нас к идее целого. И, кстати, умножение тоже. Есть эти две стороны как бы по сложению. То есть, с одной стороны – это сплошное движение, а с другой стороны – результат. За дважды не обязательно идет трижды один – нельзя остановиться. Но, тем не менее, результат все-таки есть с другой стороны. Дважды один – трижды один. Нехий предметный результат присутствует. Поскольку мы углубляемся в предмет, то умножение тоже пропадает в предмет. Но, заметьте, когда мы улучшим отношение к отношению, то это отношение может пропадать, исчезает. То есть, оно не действует. Оно исчезнет и как отношение. Вы уже знаете, если отношение к отношению, то оно ничем не сразу. Оно ничем не как ссылки. Например, вот это отношение. Затем отношение к отношению еще есть. Вдруг отношение есть. А так просто, считай, они непровалкиваются. Они держатся отношении к отношению, они желает ко всем. Если отношение к отношению к отношению, То сначала исчезает это отношение, это отношение и потом уже права visibility Если я только не знаю все это, То проваливаться мы обязательно постигнем. Поэтому мы должны взять эту сторону отношения к отношению и превратить в целом. Это не православная какая-то философия. Двойками, а не тройками движемся. Почему тогда? Надо еще подвигаться, чтобы понять, почему. Так а может быть вот эти единицы телесные, может они и остаются, они исчезают? Если может быть телесные формы, вот как морковки, они остаются, нет? Или они уже есть всегда? Просто вот мы раньше как рассуждали, что предмет удерживается формой, и пока он удерживается, он предмет. Потом, когда переходим к другому предмету, но тут как бы старый исчезает, появляется новый в каком-то отношении. Каждый раз как бы новый предмет. А здесь может предметы остаются, и поэтому можно их вот так вот считать. Я просто пытаюсь понять, я как бы понимаю смысл новизны, но надо как-то зафиксировать его как правило. То есть, если есть телесные формы, значит, возможно, что предметы даны вот так вот чувственно сохраняющиеся, как вещи. И мы считаем морковки. Ну, в общем, мы считаем, мы считаем, почему нет. Не вижу еще вопросов. Ну, тогда нет проблем в том, что мы удерживаем один плюс один, две морковки, три морковки там. В общем, нет проблем. Я не понимаю, как она исчезла. Проблема состояла в том, что телесная форма была полностью пассивной, и удерживалась она только благодаря мыслящей форме. Как только мыслящая форма переходила к следующему предмету, предыдущий исчезал. Потому что он удерживался только в мыслящей форме. Теперь логика такая, что он не исчезает, он как морковка есть. Да, но суть-то у нас именно в том, чтобы установить отдельное отношение между этими морковками. А вот это отношение, оно устанавливается именно мыслью, но не самим мыслью. Отношение мыслью устанавливается, а морковки каждая отдельная. Вот как вот эти единицы, вот каждая морковка, между ними отношение устанавливает мысль, естественно. Что она говорит про две морковки, это мысль говорит. Они сами по себе, они две. Они каждый по одной. Да, мне просто показалось, что ты говоришь об этих существующих чувственных единицах, то есть о морковках, в том смысле, что они же не исчезают, и тем самым вот те отношения, которые мы выстраиваем, они как бы имеют какие-то реальные основания. Не, ну они морковки есть, но отношения выстраивают на них мышление. Условно говоря, лежит куча морковок, подходит форма и начинает их перекладывать, и начинает их считать. Но морковки-то есть, между ними отношений никакого нет. Отношения, порядок устраивает форма, мыслящая. Ну да, ну вот тогда мы все понимаем, что то, что они есть, они есть, это как бы не снимает проблему, которую пытаются решить у нас, а именно установить отношения, а потом отношения к отношению. Здесь просто факт состоит в том, что раз они есть, значит чувственная форма все-таки тоже активна, она удерживает морковку, как морковка. Они ведь не так учат, что ты морковку держишь, а потом смотришь, а это не морковка, а там, не знаю, репа. И потом держишь, а потом это что-то еще третье. То есть текущей стене нет. А с другой стороны, это морковка-то репа, потому что сначала эту морковку у нас просто с реплища имеет свой смысл, причем предметный смысл. Следующий предмет, потом он больший. Потом одновременно данное умножение. Одновременности ведь не было, до умножения одновременности не было. Умножение получилось одновременности. Это же еще смысл, да? Можно назвать репками, слеплыми. Но это же только смысл. Нет, ну, 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 следующий... Хорошо. Пускай они разные, это на самом деле несущественно действительно, но существенно, что они сохраняют сами по себе. Ну, в каком-то случае, понимаете? Мы хотим понять, что такое чувственная форма. Чувственная форма, значит, это такая форма, в котором удерживается некоторый конечный предмет. Чувственный. И он сам по себе удерживается, безотносительного мышления. И в этом состоит активность этой формы. Чувственная. Да, но этот чувственный предмет, он то получает определение следующий, а то он получает определение больший. Так вот, несмотря на то, что морковка есть морковка, она равна себе, это равенство предмета себе не является условием удержания определения следующий, или определения больший, или какого бы то ни было дали другого. Понимаешь, в чем эта штука? Я понимаю. Их устойчивость, устойчивость чувственного предмета, она здесь не является каким-то, ну, игроком в этой игре. Так вот, а я хотел, чтобы была игроком, потому что там есть форма. Форма сохраняется, она тоже действенная. Пускай она пассивна, но она, ее активность состоит в том, что она сохраняется и остается той же равностью себе. Пускай там морковки, репы, там не важно действительно, что там будет считаться. Какая-то куча чувственных, законченных, сохраняющихся форм. И тогда активная форма мыслящая, она просто считает эти уже законченные, состоявшиеся формы. Ну да, ладно, совершенно верно. Функция чувственной формы, она в том, что она дает предметы определенно. Да, не так, что как у нас, раньше так получалось. Предмет был нечто неопределенное. Не мысль дает определенность предмету, а чувство дает определенность предмету. Поэтому вот, соединяясь с Сеновским, мы пользуемся, абсолютно о том же самое говоря, пользуемся, он пользуется, ну, я, естественно, пользуюсь словами, уникальная и универсальная форма. Уникальная форма – это вот, да, на самом деле, чувственная. Чувственная форма – это уникальная форма. Ага. То есть, я говорю, что он не смысл заникал, я говорю, что там, да, это движение, это мысльная форма. Вот, филолог, он даже, может быть, удачнее назвал. Не, ну, вообще-то есть простое название, что есть чувственная форма, а есть понятие. Не надо придумывать ничего универсального. Функция чувства в том, чтобы удерживать определенность предметов. Потому что там, будучи определённым, он по-разному определённым. Потому что, действительно, всего как больше – это совершенно один предмет, а следующий – это совершенно другой предмет. Но его определённость, как предмет, да, остаётся благодаря чуду. Всё на сегодня.